Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Мы с вами скоро приближается очень знаменательный месяц, месяц Картики. Мы хотим рассказать вам немножко о значимости этого месяца. Конечно же, Картика — это имя Шримати Радхарани. Она принимает на себя это имя, потому что это ее любимое время года. И мы видим с вами, что во время месяца Картики сезоны сменяют друг друга. Как лето сменяет осень, и потом становится более прохладная зима. В начале Картики, если вы пойдете на Вадвипа-Мандала-Парикрама, то в ночах, в начале Парикрама, земля очень теплая. Очень-очень теплая. Если вы пойдете на Вадвипа-Мандала-Парикрама, то в начале Картики земля еще очень теплая. Вам не нужны одеяла, вам не нужна теплая одежда. И в течение дня очень тепло. Но к концу месяца становится очень прохладно, и вам уже нужна одеялка на ночь, и днем вам нужен чадр. Это очень интересный месяц, в который стоит побывать во Вриндаване, и очень много благословений дается тем, кто приедет в этот месяц во Вриндаван. Шрила Джайпатакасвами рассказывает о том, как он спросил однажды Шрилу Прабхупаду о значимости месяца Картики. Шрила Прабхупад сказал ему, он сказал, что это просто как в магазине. Иногда в магазине будет вентилятор или вентилятор, и они пытаются привлечь новых клиентов. Но для девушек, вы регулярные клиенты. Вы не новые клиенты. Вы регулярные. Но для преданных мы с вами не являемся какими-то новыми клиентами. Мы с вами постоянно приходим в этот магазин. Мы постоянные покупатели. Поэтому благословения, которые предлагаются нам в месяц Картики, на самом деле предназначаются не для преданных, они предназначаются для людей, которых мы хотим привлечь к преданному служению. Мы знаем, что люди, которые приезжают во Вриндаван во время месяца Картики, их целью является совершить какое-то преданное служение, продвинуться в преданном служении. На самом деле они могут совершить такое движение или продвижение в любой месяц года. Но это особенно привлекательно для них, приехать в месяц Картику. Одна из причин, по которой так замечательно приехать туда во время месяца Картики, это потому что очень много фестивалей и знаменательных дат выпадает на Картику. Одно из таких мероприятий, к которым мы с вами всегда принимаем с удовольствием участие, это поклонение Господу Дамодаре с воспеванием Его святых имен. Это может быть сделано дважды в день, как в наших темпах, мы это сделаем в срочной, и это можно делать, поклонение, два раза в день, как делается в наших храмах, утром и вечером. И в это время вы будете воспевать замечательную Дамодар Аштакам, которая воспевает святые игры Господа, проявленные им в форме Дамодара. Конечно же, Дамодара Лила — это всего лишь одна игра Господа, которая проявилась в один день из дней Картики. Но мы с вами празднуем эту лилу каждый день в месяц Картику, и каждый день мы с вами воспеваем Дамодара Аштаку и предлагаем огоньки. Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» рассказывает нам о том, как много преданных приезжает в Картику, во Вриндаван, и они принимают на себя обеты повторять большее количество кругов в это время. Они остаются там весь месяц и очень строго следуют своим обетам. И обычно люди все прибывают и прибывают, и вершины, значит, волны прибывающих. Это обычно в районе, когда Шрила Прабхупада ушел, день ухода Шрила Прабхупада, и когда наступает Гавардхана Пуджа. После этого обычно людей становится все меньше и меньше. И к концу месяца Картика, потому что в Вриндаван опустеет, и останутся только преданные, которые всегда там живут. В Бриджабасе. Потому что к концу Картики во Вриндаване становится очень холодно. Люди обычно пользуются изменением климата, что он становится более прохладный, и они приезжают и пользуются теми благами, которые дарует Картика во Вриндаване. И мы знаем с вами, что Шрила Прабхупада также воспользовался благами, предлагаемыми месяцем Картика, и приезжал во Вриндаван во время Картики. Мне кажется, это было в 73-м году, когда Шрила Прабхупада привез преданных с собой во Вриндаван, и они жили в храме Радха-Дамодары, потому что наш храм во Вриндаване был еще не построен. Но Шрила Прабхупада пригласил преданных приехать и провести целый месяц во Вриндаване, и каждый день он давал лекции из нектара преданности. И эти лекции, конечно, все записаны, и вы можете найти их в архивах. Они будут под заголовком лекции по нектару преданности. Шрила Прабхупада продолжал приезжать в месяц Картику во Вриндаван год за годом. И, конечно, Шрила Прабхупада, of course, и это случилось в месяц Картику. Этот месяц Картика предоставляет нам замечательную возможность погрузиться в наставление Шрилы Прабхупады, в его миссию. Его святейшество Джайпатакасвами сказал, что вы, конечно, регулярные покупатели в этом магазине, но вы должны задуматься над тем, как привлечь новых покупателей в этот магазин. В особенности, подобно тому, как в магазине объявляют распродажу и говорят о том, что будут скидки или будут особая какая-то лотерея. И мы с вами видели уже, что бывает так, что люди хотят попасть на такую распродажу и что они даже на ночь в очереди выстраиваются, чтобы быть первыми, забежав в магазин утром. У людей есть такой огромный энтузиазм, чтобы купить мусорные вещи из магазина, который просто продает материальные вещи. Нам же с вами нужно думать о том, как привлечь клиентов к нашему с вами магазину, как дать им благо, как дать им эти возможности в нашем магазине сознания Кришны во время Картики. Джейпатака Махарайш Рута говорит, что вы будете делать в месяц Картики, чтобы получить людей? Поэтому Джейпатака с вами часто говорит нам, что вы будете делать в месяц Картики, чтобы привлечь как можно больше людей? У нас с вами уже есть постоянные преданные, но нам нельзя расслабляться и чувствовать себя самодовольными в кругу таких преданных. Мы всегда должны думать, как нам привлечь еще больше новых преданных. Мы постоянно с вами теряем людей. Люди умерли, люди умерли, разные вещи происходят. Вы всегда должны думать, чтобы привлечь новых людей, чтобы поменять тех, которые умерли. Мы постоянно с вами теряем людей. Кто-то умирает, кто-то уходит из движения. Столько сложностей, но мы всегда должны думать о том, как нам привлечь новых людей в это движение. Несколько лет назад, в Малайзии, в Малайзии преданные придумали интересную вещь, как проповедовать сознание Кришны во время месяца Картики с помощью привлечения к Дамодаре. Они начали ходить, а к двери, к двери, говорить людям, которые открывали дверь, что они пришли представить их Господу Дамодаре. Они приносили с собой кукол в форме Дамодары, заходили к людям домой, пели несколько стихов из Дамодараштыки и представляли таким образом людей Дамодаре. И они показывали и учили всех, как предлагать лампадку Господу Дамодаре. Предложить лампадку не такая уж сложная вещь. Во многих традициях есть такое предложение свечи или лампады. Мы знаем с вами, что в индуистской традиции они в особенности зажигают огни, предлагают лампады, и все это обычно происходит во время Дивали. И Дивали оно совпадает с месяцем Картики и оно обычно в районе Говардан-Пуджи. Дивали в переводе означает фестиваль света. Иногда объясняется так, что Дивали — это праздник, связанный с возвращением Господа Рамачандры в Айодхио. После многих лет изгнания в лесу он наконец-таки возвращается, и все его подданные счастливы видеть его, и поэтому они устилают его путь такими лампадами. Мы видим, что людям нравится предлагать лампады. Иногда утром мы видим перед божествами, они берут в руки небольшой фитилек и предлагают его. И преданные, вдохновленные, с такой склонностью людей предлагать лампады, они решили, что они будут ходить по домам, будут приносить с собой куклу Дамодары, либо изображение Дамодары, рассказывать немножко о Дамодаре, о том, что он воришка масла, что он делает, и таким образом петь несколько стихов и представлять людей процессу предложения фитилей Дамодаре. И тогда они оглядываясь вокруг, говорят, кто здесь дома хочет предложить огонёк Господу Дамодаре? И они приносят с собой фитили, и когда люди добровольно хотят что-то предложить, людям не нужно ничего делать или подготавливать, они просто дают им в руки фитиль и говорят, предлагайте. И они говорят, а теперь во время предложения не забывайте, нужно читать махамантру. И таким образом их преданное служение начинается. Они идут к людям, которые не знают. Они просто куклы на дверь и говорят, «Хелло, мы хотим рассказать вам о Господе Дамодаре». Вы знаете Дамодара? Они их не знают, этих людей, они просто стучатся в дверь и говорят, «Здравствуйте, мы хотим рассказать вам о Господе Дамодаре». Вы знаете, кто такой Господь Дамодара? Но дверь к дверь Дамодара – there's only one method of approaching people. Other methods are just being out there in the street. We did it in Hong Kong. In Hong Kong, which is not an Indian place, it's all Chinese people, you know, and it's a business city. But we would go out in Hong Kong, we'd put a little table on the street with a picture of Дамодар, and we'd get people to come, come and offer a lamp to Дамодар. И подойти и постучаться в дверь – это всего лишь один метод. На самом деле можно это делать прямо на улице. Мы делали это в Гонконге. В Гонконге нет хинду. Это всё китайский город. И мы проходили на площади, выставляли большую картину с Дамодарой и подходили к людям и говорили, подходите сюда, давайте предложите огонёк Господу Дамодаре. И мы заметили, что это замечательный способ остановить людей на улице на несколько минут. И когда они подходили и предлагали лампадку, зачастую потом они брали книгу и давали пожертвования. Но наша настоящая цель – это чтобы они подошли и предложили лампаду, потому что с этого начнётся их преданное служение. И в этом и есть наша цель. Предложение огня – это традиционный способ почтения в любой религии. Так же, как в буддизме, мы предлагаем свечи. Так же и в христианстве мы тоже предлагаем свечи, чтобы оказать почтение Богу. Этот месяц Картики – это для нас с вами огромная возможность подойти к людям и представить им сознание Кришны и занять их служение. Для тех же, кто в это время находится во Вриндаване, это замечательная возможность поучаствовать в таком количестве большом фестивалей, которые в это время проходят во Вриндаване. Самый знаменитый фестиваль месяца Картика – это Говардхана Пуджа. И все храмы во Вриндаване, они все отмечают Говардхана Пуджу. И Шрила Прабхана описывает для нас, как во время Говардхана Пуджи в храмах готовят очень много прасада и его раздают всем-всем. Всем нравятся фестивали. И есть столько глупых фестивалей. Например, во Вриндаване есть один глупый фестиваль. Во время этого фестиваля люди друг друга бросаются красками. Такая полная глупость. Но настоящий фестиваль, настоящий праздник – это когда мы пробуждаем свое сознание Кришны. Итак, Говардхана Пуджа – это замечательный фестиваль, замечательная возможность привести людей в сознание Кришны. Это замечательная возможность для нас описать чудесные качества Господа Кришны. И послушать описание того, как маленький мальчик поднял холм Говардхана и продержал его на своем мизинце целых семь дней. И, конечно же, тем, кому повезет больше всех, они смогут сами отправиться на Говардхан в этот момент. И вы увидите, что это все не преувеличение, не мифология. Вы сможете увидеть это замечательное место, где Кришна явил столько прекрасных игр. Еще одно чудесное явление происходит в месяц Картики – это явление Шри Радхакунда. Радхакунда появляется в полночь в течение этого месяца Картики. И будут тысячи людей в этот день на берегу Радхакунды. И в полночь они все, практически все прыгают в Радхакунду. Радхакунда – особое место для всех преданных, но в особенности для Гаудия Ваишнава. Многие люди приходят на Радхакунду, считая ее в какой-то связи с Кришной. Они поклоняются Кришне, но они не придают большого значения поклонению Радхаране. Но для нас с вами, Гаудия Ваишнава, позиция Шримати Радхаране – самая возвышенная, и мы придаем ей огромное значение. Как, например, во Вриндаване, очень многие говорят друг другу «Радхи, Радхи», таким образом, вознося молитву Шримати Радхаране, чтобы получить ее благословение. Потому что они понимают, что если Шримати Радхаране даст им свое благословение, Господь Шри Кришна точно благословит их. Еще один замечательный фестиваль, который мы празднуем во время Картики – это Гопаштамия. Когда мы с вами празднуем коров в нашем... Этим фестивалем мы хотим показать людям, как заботиться о коровах и насколько важна защита коров. Коровы Вриндавана – самые замечательные из всех коров. Во время Гопаштами мы будем очень хорошо мыть коров, потом их будем украшать и кормить их особой едой. Большинство людей понятия не имеют, как правильным образом позаботиться о коровах. И они думают, что это просто для местных людей, это не модерн, это не очень важно. Они не понимают, что коровы Вриндавана – это, наверное, их последняя жизнь. Они не понимают, насколько священны коровы Вриндавана. Они не понимают, что, скорее всего, это последняя жизнь для этих коров, потому что они родились во Вриндаване, и после того, как они оставят тело, они отправятся домой, обратно к Богу. Если же они в конце жизни не отправятся домой, обратно к Богу, то они точно вернутся в человеческой форме, в форме преданного. Чтобы продолжать начатое ими преданное служение. Даже птицы во Вриндаване – они великие святые, которые пришли для того, чтобы принять участие в играх Господа. В Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами рассказывает нам о славе каждого живого существа, каждого животного во Вриндаване. Его описание начинается с описания облаков. Что даже облака во Вриндаване, они совершили столько благоприятных поступков, чтобы стать облаками. Давая тень обитателям Вриндавана, облака служат им, а также проливая дождь, они охлаждают зной жаркого солнца, а также проливая дождевую воду, они питают все растения. И после того, как он прославляет облака, он прославляет все удивительные резервуары воды, которые находятся во Вриндаване, такие как реки и кунды. А дальше он рассказывает нам о замечательных деревьях, кустах и различных кустарниках, которые растут во Вриндаване. А также он говорит о различных птицах, которые живут во Вриндаване. И живя здесь, в Майпуре, я никогда не задумывался, но на самом деле вокруг столько замечательных птиц, и также их много во Вриндаване. Мы должны воспринимать этих птиц как великих святых, которые пришли и приняли рождение в святом месте. Бывает, мы думаем, ой, эти птички истерички, они мне мешают. Кукарекают или там ку-куют все время. Они все время залетают к нам в жилище, хотят там примаститься, построить себе домик. Но если вы почитаете Брихат Бхагаватамриту или Шримат Бхагаватам, то вы увидите, что эти птицы — это святые прошлых лет, которые пришли сюда, чтобы иметь возможность медитировать и увидеть Игры Кришны. Есть чудесная глава в книге Кришна, которая называется «Описание осени». И это та самая глава, которую Шила Праупада перевел и планировал взять с собой, когда он собирался поехать на проповедь в Японию. Эта книга впоследствии стала книгой, которая называется «Свет Бхагаваты». Шила Праупада планировал поехать на конференцию в Японию, и он написал несколько статей, которые описывают осень во Вриндаване. И он сделал так, чтобы к каждому из его описаний осени во Вриндаване прилагались красивые иллюстрации. К сожалению, Шила Праупада так и не поехал в Японию. Так уж случилось, что это приглашение, которое ему сделали, оно не материализовалось. Но так уж случилось, что после ухода из этого мира Шила Праупада, его святейшество Тамал Кришна Махарад нашел этот манускрипт и договорился с художником проиллюстрировать каждую из небольших рассказов Шилы Праупада. И это было произведено в великолепную книгу, которая называется «Свет Бхагаваты». Прочитав эту книгу, вы получите серьезное вдохновение на то, чтобы провести месяц Картики во Вриндаване. И вы сможете оценить по достоинству всех живых существ, которые живут во Вриндаване. Потому что все они преданные, и мы должны видеть их таковыми. Месяц Картика — это удивительная возможность для вас с нами, для нас с вами, начать видеть Кришну в сердце каждого живого существа. Если мы видим Кришну только в божествах, но не видим Кришну в сердце всех живых существ вокруг нас, то мы с вами остаемся, конечно, от Хикари. Но если мы с вами видим присутствие Кришны в сердце других, то мы с вами будем проявлять естественное уважение по отношению к ним и сможем привести их к сознанию Кришны. Во время Картики будет все больше и больше приезжать паломников. В особенности паломники будут пребывать во время выходных. Во Вриндаване будет проходить Браджа Мандала Парикрама, которая проведет вас по всем 12 лесам Вриндавана. И в Майпуре будет также Парикрама, она будет не на весь месяц, но хотя бы на неделю. У нас с вами не будет такой большой дистанции, которую нам нужно покрыть, потому что такая дистанция, она есть во Вриндаване. Но у нас с вами есть 9 островов. И во время этой Парикрама вы сможете пройти по разным местам и услышать об играх Господа Чайтания, которые произошли здесь. Это замечательный повод погрузить наш ум в игры, Господа во время Месяца Картики. Это замечательное время выбраться из дома, пойти по святым местам и находиться в обществе преданных. Нам нужно с вами воспользоваться этим ценным месяцем Картики, и мы должны также поделиться его благами с другими. И Шила Прабхупада приглашал людей приехать во Вриндаван в 1970-м. Но теперь наше движение с вами разрослось, и столько народу приезжает во Вриндаване толчая, постоянная во время Картики. Но вы можете приехать в Майяпур, и Майяпур не отличен от Вриндавана. Приезжайте в Майяпур, и проведите это время в обществе Шиши Панчататвы, Господа Нарасимхадева и Шиши Радамадовы. Мы с нетерпением ждем прихода Картики, потому что в этом году мы также празднуем 125-летие со дня рождения Шилы Прабхупада. Очень много фестивалей и мероприятий запланировано для того, чтобы привлечь как можно больше людей, чтобы они приехали. То есть мы с вами хотим поучаствовать, но также мы хотим, чтобы другие смогли приехать и тоже поучаствовать. Когда преданные, они ходят от дома к дому, они считают, сколько человека они привлекли к тому, чтобы предложить лампадку Дамодаре. Если у вас нет с собой фитильков, вы просто можете попросить людей сказать вам «Харе Кришна». Когда мы с вами отправляемся в Парикраму здесь, в Майпуре, мы можем попросить людей, которые стоят вдоль дороги, мы говорим им так «Боло, Харе Кришна». И вы считаете, сколько из них отозвались и воспели. Бывает так, что я попадаю в школу, и там все эти индийские детки, они стоят в ряд, и я им говорю «Боло, Харе Кришна», и они все ручки поднимают и кричат «Харе Кришна». Это радостный опыт, когда мы вдохновляем людей на воспевание Святого Имени. В течение этого месяца Картики, мы хотим сделать каждый effort, где-то мы идем, кто-то мы встретим, рассказывать им о Кришне. В течение этого месяца Картики у нас есть с вами особая миссия. Нам нужно идти везде и пытаться каждому, кого мы встретим, говорить о Кришне. Такое наставление получил Браман Курмакшетры от Господа Чайтани. Но такое наставление было дано не только ему, оно имеет отношение и к нам с вами. Чайтанья Махапрабху сказал «Амара Гая Гурухана Тараэй Деш». Махапрабху сказал «Таким образом стань духовным учителем и спаси землю». И это то, что мы с вами делаем. Нам нужно с вами спасти мир, и мы должны спасти его в такое непростое время. Мы прошли с вами через столько сложностей за последние полтора года. Но эти трудности, мы очень надеемся, помогли нам с вами вырасти, стать сильнее в нашей духовной жизни. Стать более решительными и более убежденными в сознании Кришны. И теперь нам нужно с вами эту реализацию воплотить в нашей с вами жизни посредством проповеди. И у нас с вами здесь, в Майпуре, идет огромный проект «Храм Ведического Планетария». Это историческое время. Нам бы хотелось быть очень энтузиастичными и в таком ожидании находиться. И тогда мы получим все блага Месяца Картики. И теперь я спрошу, если есть какие-то вопросы. Продолжение следует... 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 Это такой способ привести новых клиентов. Это немножко воображение, но они используют свое воображение для привлечения новых клиентов. Мы не просто хотим иметь обычных клиентов, мы хотим привести весь мир, чтобы приехать и увидеть Прабхупа. Нам не достаточно того, чтобы приходили только постоянные клиенты. Мы хотим привести весь мир, чтобы он увидел Шилу Прабхупа. Вы рассказывали о птицах и коровах во Вриндаване. Как насчет обезьян, которые доставляют столько беспокойств предным? Вы говорили о птицах и о птицах во Вриндаване. Что касается обезьян, они дают больше проблем для привлечения? Да. Что могу сказать про обезьян? Обезьяны помогают нам всем с вами стать отреченными. Украдут ваши тапки. Не надо вам их носить. Нужно ходить босиком в Святой Дхаме. Они также нужны емкость. Мы строили дома, где они бывали деревья. Были бывали деревья, и фрукты там растут, чтобы им емкоть. Но мы приезжаем, и мы бросили деревья, и мы строили дома. Так что они приходили и берут нашу емкость. Вы понимаете, раньше у них были деревья. Они приходили, срывали фрукты и кушали. Теперь на месте их деревьев мы их снесли, построили себе дома. Поэтому они имеют право прийти к нам домой и украсть наши фрукты. Вы не можете вырастить там дерево и сказать, не приходи на моё дерево, обезьяна. Деревья — это дом для обезьян и птиц. Так что, you know, we have to share. We have to be willing to share. Нужно учиться делиться. So the monkeys are there. We're not going to get rid of them very easily. Обезьяны, они будут всегда. Так легко от них не отделаться. Эти обезьяны, они были очень дороги Господу Кришне. Он кормил их маслом и йогуртом. Господь Кришна пометовал о том, как сильно они помогли ему в его предыдущей инкарнации, как Господу Рамачандре. Столько великих личностей пришло в обличье ваннеров и обезьян, чтобы поучаствовать в великих играх Господа Рамачандре. Любое живое существо в Святой Дхаме, оно необыкновенное. There was a past time. Раману Джачария had been to Tirupati. They'd been spending some time up in Tirupati. And then after some days, then they left Tirupati and they packed some prasadam to bring with them. Есть рассказ о Раману Джачария, который жил в свое время в Tirupati. И, покидая Tirupati, он упаковал с собой махапрасад. So after a few days, they took out the prasadam, but when they opened the prasadam, they found there were some insects in the prasadam. И через несколько дней, открыв этот prasadam, они обнаружили, что там были насекомые. Раману Джачария said, we have to immediately go back to Tirupati. И Раману Джачария всех развернул и сказала, нам нужно немедленно вернуться обратно в Tirupati. Why? Because these insects, these are from Tirupati, they're damvases. We cannot take them out of the dam. We should take them back to the dam. Потому что эти насекомые, они damvases, и нам нельзя вывозить их из святой дхамы. Нужно вернуть их в святую дхаму. Раману Джачария считал Tirupati dham. Поэтому он не считал, что он может вынести даже насекомых. из святой дхамы. Мы должны проявить уважение ко всем живым существам святой дхамы. Мы знаем с вами, что навоз такое очень очищающее свойство имеет. Можем ли мы использовать китайский навоз, если у нас нет навоза из Вриндавана, коровьего? Yes, you can. Да, вы можете. Cows are cows, whether they're from Kashiadeshi or Govardhan. Коровы есть коровы. Будь они из Кашьедеш, название Китая в Пуранах, или будь они из Вриндавана. Кришна говорит в Бхагавад-гита, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мы должны защищать коров. Он не говорит, мы должны защищать коров из Вриндавана. Он говорит, мы должны защищать всех коров. Коровий навоз может использоваться в любом случае. И Махараш спросил, для чего им это нужно, чтобы яги совершать? Матаджи сказал, что им нужно этим чистить посуду. И он сказал, что навоз является универсальным антисептиком, откуда бы не были коровы. Поэтому да, вы можете использовать коровий навоз для того, чтобы что-то очистить или дезинфицировать. Не имеет значения, откуда эти коровы. Есть удивительные и замечательные коровы в других местах, например, в Америке, в Новом Вриндаване. Есть чудесные коровы. 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 Продолжение кандидатизма. Есть чудесные коровы. Прабур рассказывает чудесную историю о том, что несколько лет назад, когда он проповедовал во время проповеди здесь, он порезался очень сильно, у него кровь была, и так как они были в деревне, ничего вокруг не было, кроме коровьего навоза. Он намазал его на этот открытый порез, и через пару часов он его очистил, и как будто ничего и не было, все зажило и затянулось. Возвращаясь, there was another incident, devotees, they got stung by some wasps, you know, the wasps, they put some sting into you, you know. So one devotee, he got stung, and he said, oh, I'm going to go to doctors, and he drove all the way into the town and said, they see a doctor, and they get injections, and it took him days to recover. But other devotees, they simply got some cow dung, and they put cow dung on the wasps, and very quickly they got healed, without any trouble at all. Есть также свидетельство того, что когда вас кусает оса, один преданный, знаете, она такой яд в вас вводит, и один человек у него сильно распухла рука, он решил даже обратиться к доктору, и после недель инъекций и так далее ему полегчало. Но преданные, есть много свидетельств о том, что они просто мажут вместо укуса коровьим навозом, и все проходит очень быстро. В Майпуре столько замечательных продуктов коровы продается. Вы можете купить всякие там капсулы с коровьей мочой и так далее, очень хорошо это для печени. А вот также делают здесь мыло и какие-то моющие средства тоже из этого. И здесь есть такие храмы, у которых есть целые колодцы, наполненные ги. И они много-много лет их собирают, и когда ги становится уже очень-очень древним, оно очень такое могущественное. Принимайте немножко ги из такого рода колодцев, оно очень могущественное. Да, они многое не знаю. Но люди не знают, что такие вот такие храмы, которые имеют в виду, они имеют в виду все эти вещи. Люди, они просто зачастую не знают, они используют столько всяких медикаментов, наркотиков, и теперь вот уже вакцины посоздавали. Если бы мы с вами зависели от продуктов коровы, то, скорее всего, нам такие вакцины и не нужны бы были. Мы создали все эти проблемы, которые случаются на Земле, в особенности COVID, это мы с вами создали. И мы, опять же, пытаемся все это исправить посредством материального разрешения духовных проблем. Но настоящее разрешение проблемы — это сознание Кришны. Людей нужно обучить важности защиты коров и уходу за коровами. Есть молодые люди, которые живут в городе, они в жизни корову не видели. Они думают, что молоко подобно Кока-Коле, и его делают на заводе. Люди настолько сбиты с толку, у них отсутствует настоящее руководство к действию, и мы пытаемся дать им настоящее знание. Поэтому мы с вами воспеваем эту прекрасную молитву. Ома Гьяна Тимиран Дасья, мой дорогой духовный учитель, пожалуйста, открой мои глаза этим светочам знания. Мы хотим увидеть, что является настоящей целью жизни, в чём наша цель. Постарайтесь не разрушить свою жизнь, работая всю жизнь на заводе, не видя даже света солнца. Или вы проводите всю свою жизнь на таком быстром шоссе, где вы будете всю жизнь ехать в машине, пытаясь соревноваться с другими, кто вас обгоняет. Мы счастливы, если мы видим больше булькартов на дорогах. Если мы увидим больше телег, запряжённых быками на дороге. Люди жалуются, везде валяется навоз, корови, так как грязище. Они не понимают, что коровий навоз как золото. Это настоящее золото, настоящее богатство. Тот, у кого есть куча навоза коровьего дома, вот это богатый человек. Если у вас есть несколько машин, вам нужно заправлять их бензином. Бензин — это такая гадость, вам нужно ехать и заправлять их. Это столько углекислых газов, выбросы и грязь везде. И это на самом деле поджигает планету, сжигает её. on, да. Матерь мне. Матерь, Я помню, что Вы говорите, о Ладон oben, Субтитры создавал DimaTorzok Моя семья собрала느�, который показывала что мы хотим, но мы их имуми. Мой сын always приходят и понимают, что мы его живем. Окей потому что мы можем иметь общую неделю, который мы говорим. Я пора поправить, потому что я научилась с этим ворсирией. И я подумала что нет. И она сказала, что у меня есть все, что он у нас есть, а теперь он был в дерево и был в деревне. Он был в деревне, он был в деревне и был в деревне. Я же сказал, что у тебя есть все, что вы видите эти люди. Я тоже удивляюсь, потому что я знал, что они очень хорошо знают эти слова. И я сказал, что они? Окей. Мы у нас есть маленькая парня, мы у нас 2-3 парня. И мы думаем, что делать? Как сделать это? Мы работали с ребенком, с папой и мамой, у нас есть 3-3 дни. И все идут в город, все идут в город, все идут в город, все идут в город, и они приходят в город. И люди убирают меня. И после этого ребенка убирают, папой и мамой, у нас есть много родителей, и я удивляюсь, и мы будем удивляться, что это невероятно. У меня нет промышленности, но я сказал, что это было. В Южной Америке у нас есть небольшая книга, которую мы распространяем. В этой книге прямо заявлено о том, что мы можем с помощью коровьей мочи, коровьего навоза излечить сумасшедших людей. И однажды в наш храм пришел человек и сказал, мой сын выпивает, гуляет, курит. Вот в вашей книге написано, что вы можете его излечить. Я его сейчас приведу. И Прабу был удивлен, но у них есть небольшое место, где есть несколько коров. И он решил, что ну хорошо, и на три дня они туда мальчика поселили, он весь обмазывался коровьим навозом, пил коровью мочу, ел просад, и через три дня все наладилось. И они были настолько удивлены, даже сам Прабу преданный был настолько поражен, что мы не рекламируем это таким образом, но в наших книгах это есть. И он сказал, что его родители, отец и мать, которые сказали, что они во столько мест обращались, они столько всего делали, и это не помогло, они дали очень много пожертвований храму после этого. Это вам ценность распространения книг на лицо. Это также показывает вам, насколько это ценно заботиться о людях, проявить заботу о них. Люди, они настолько потерянны в этом материальном мире, они настолько блуждают, сбиты с толку, и абсолютно не понимают, что происходит в этом материальном мире, они опускаются до наркотиков. Молодежь думает, что это то, что я должен делать, это то, чего от меня ожидают. Они думают, что это то, что я должен делать, это то, чего от меня ожидают. Настолько много давления со стороны друзей и обстоятельств, что мы пробуем, и ты, давай, попробуй с нами. И таким образом они вповодают в зависимость, и нам очень трудно их достать потом оттуда. Поэтому сознание Кришны очень, очень важно в этот момент, в особенности, в нашем мире. И некоторые люди говорят, что это COVID-19 был войной. Это был войной, что Прабхупада нас об этом сообщил. Если COVID-19 действительно, та самая война, которая говорил Шила Прабхупада, Шила Прабхупада говорил, что после войны будет расцвет всей проповеди. Так что, когда мы справимся, этот COVID пройдет, у нас действительно наступит такая замечательная возможность двинуться вперед и дать людям в своей проповеди настоящее знание, истинное знание. Прабхупада изменил жизни людей. Он спас нас. Он спас нас. И это наш с вами долг спасти остальных. Хорошо, на этом мы закончим. Хорошо, на этом мы закончим. Шила Прабхупад Китя. Спасибо. 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 Продолжение следует...